Мы никогда, в общем, не скрывали своих взглядов и подписывали письма в защиту Куси Райт, и Мемориала, и Узников Болотный, и вот ваши последние заявления после начала военных действий, войны в Украине, они тоже, в общем, достаточно однозначные были восприняты, и я так понимаю, что расплата тут же последовала в виде запрещенного концерта, переносы ли его или как. Вам как-то это мотивирует, и вообще какие в этой связи ваши перспективы для вашей концертной деятельности в России? Ну, сейчас у меня нету концертов ни на одной крупной площадке, вот, и остались благотворительные концерты, и концерты очень мало, считанные буквально на маленьких частных площадках, вот, и, наверное, вот этот в ближайшее время покажет, есть ли какие-то перспективы возвращения концертной деятельности, но именно с начала этих действий в феврале я почувствовала, насколько тот слушатель, который остается в России, нуждается в том, чтобы кто-то с ним разговаривал на понятном и близком ему языке. И я могу сказать, что никогда за все время моей концертной деятельности в России у меня не было такого количества концертов, на которые бы приезжали люди из стольких городов. То есть буквально путешествуя из города в город по моим концертам, которые были в апреле, в мае, в июне, в июле 2022 года. Ну, вообще сейчас российское общество очень поляризировалось, и отношение к войне – это некий такой рубикон, некий рубеж. Вы для себя разделяете музыку и политику, и станете ли поддерживать отношения с теми, кто придерживается вот в этом вопросе противоположных вам взглядов? Мне кажется, это не имеет отношения к политике, мне кажется, это имеет отношения к человечности. Но что касается музыки, то музыка, безусловно, стоит в стороне от всего, потому что музыка – это не имеет сиюминутной коннотации. Музыка – это вечное абсолютное искусство и вечное утешение, поскольку и сто лет назад, и сейчас, и, я уверена, через сто лет люди, которые будут прибегать к музыке как к основному средству утешения в каких-то драматичных или, порой, трагических, как сейчас, обстоятельствах, музыка не будет спрашивать, каких взглядов вы придерживаетесь. И, наверное, это то, почему я вообще ей занимаюсь, да, потому что она не дает оценок, она не судит, она не разделяет людей, она их объединяет и утешает. И, weitere ин기가 в конечном случае, чтобы действовать. шки III ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И,. yr